Мы пока не придумали другого способа продления жизни, кроме как создания искусственных внутренних органов. Так или иначе стареющее человеческое тело, изнашивающее, изнашивающееся мясо, да, если у вас есть деньги, будет заменяться разного рода суррогатами, искусственными сосудами, искусственной сердцем. Вопрос в том, можно ли создать искусственный мозг, который можно вставить, инсталлировать в него личность человека, думаю, что можно и это сделают, в конце концов, рано или поздно. Но, во-первых, я уверен, что бессмертие будет удел богатых, потому что это будет высшая ценность, которой только обладает человек. И, безусловно, на почве обладания правом на бессмертие, то есть на правом быть богом, по большому счету, как и сказано в Библии, будет узкая каста людей, которые совершенно не захочут этим делиться со всеми остальными, с теми, кто внизу. Боги будут отделены. Боги нового мира, то есть те, кто обеспечит себе бессмертие, будут, безусловно, отделены от людей, проживающих свои короткие, по сравнению с ними, жизни. И думаю, что это будет такая серьезная проблема, железная пята для всего остального человечества. Естественно, все остальное человечество, в отличие от этой касты бессмертных богатеев, которые смогут менять и продлевать себе жизнь, менять свои тела, все остальное человечество будет находиться под постоянным давлением, пропагандистским, каким-нибудь психоделическим давлением, чтобы ощущать себя счастливыми и чтобы у них не возникал вопрос, а вот почему они живут и умирают, а кто-то там наверху в заоблачных башнях может жить вечно и бесконечно. Я думаю, что технологии могут совершенствоваться до невероятия. А если тут душа, спросите вы, если тут бог, я считаю, что есть. Бог дает человеку любые возможности, в том числе не только служить сатане, но и становиться сатаной. А что такое сатана? Сатана – это претензия на абсолютную власть над всем. Абсолютная власть – есть один из признаков стремления к абсолютной власти, есть один из признаков сатанизма, как в личном жизни, так и в политике.